Дело в том, что существует два типа ошибок. Один тип ошибок – это ошибки понимания, второй тип ошибок – ошибки поведения. И вот ошибки понимания, когда люди думают, что они инвестируют. Вот это большая проблема, когда они покупают машину и думают, что инвестируют. Вот это большая проблема. На самом деле они не инвестируют, а они создают будущие проблемы. я приведу пример один раз мой один товарищ пришел и купил зажигалку зиппу золотую и с каттером каттер который режет сигары на стол положил игру крутая зажигалка крутой каттер гору блин горна 5 штук попал ты угаданья какой-то шестьсот долларов я за шестьсот долларов я буду это 600 долларов посмотри ты же пришел ты же не в кармане держал ты же пришел на 100 что тоже значит а мы с ним с друзьями это тоже значит что ты это купил для того чтобы вот так на стол брякнуть перед друзьями ну то есть похвастаться так ведь ты же для этого купил так но теперь ты это купил ты же не можете купить не курить сигару это есть а сигары нет но это же глупость соответственно у тебя ты должен купить сигару так так хорошо вот и он достает сигару моего смотрю сигара ромео джульет дорогая давидов у тебя игру этих сигар в казахстане нет ты заказываешь в америке каждая сигара там 150 100 баксов это дорого так так ты же не можешь дешевые дешманские сигары тем более все друзья разбираются соответственно ты берешь обязательно купишь дорогую сигару хорошо дальше ты когда купишь дорогую сигару ты же при нас не можешь сигару просто курить сухомятку ты же обязательно вискарик купишь потому что сигаре вискарик либо коньячок так соответственно вот ты будешь попадать на вискарик и коньячок дальше сигары ты так как заказываешь с америки ты же не поштучно заказываешь а сразу много значит нужно хранить сигары для этого хумидор а хумидор стоит пожалуйста три штуки баксов самый дешевый потому что ящик для сигар который поддержит влажность температуру и так далее так далее вот у тебя получается и ты попадаешь на хумидор и вот когда я посчитал там у меня вышло пять с половиной шесть тысяч долларов он вот так попал игру смотрите психологии бедных людей они покупают вот такую зажигалку и думать что все это зажигалка на самом деле и шли это стоит 500 или 600 долларов на самом деле это является триггером того что ты попадешь на 6 штук вот это это всегда вот нужно учитывать кстати я это называют ценовладение этого термина нигде нет я сам вывел ценовладение в моем понимании это когда ты любую вещь берешь и у тебя эта вещь за собой тащит целый шлейф дополнительных расходов дорогой автомобиль это дорогое обслуживание обозначает дорогие дорогой службе это дорогие покрышки зимние ты же не можешь посмотришь фильм холодное сердце и пошли игрушки вот там но игрушки то это еще не обязательно это наш будет когда ты на холодное сердце повел ребенка а потом потому что если ты сам посмотрел ты не попадешь на это на ты игрушка если повел ребенка то ты попадешь на это наш ребенок папа купе это купе это купе это и так далее поэтому вот это ошибки распространенные ошибки управления финансами и вестирование так далее вот я хотел бы вот поделитесь вы какие вы видите ошибки у людей в части управления финансами инвестиции у меня даже больше не ошибки я вот просто смотрю в москве на блогеров да и так как я сама журналист и плавно перетекла моя профессия в блогерство да я смотрю на них я хожу там на различные тусовки я вижу что они все ездят на ламборджини до майбаха при этом вот я так примерно понимаю да сколько они зарабатывают у нас вчера вот тоже блогеры из астаны купили себе rolls-royce я занимаюсь бизнесом да я хорошо зарабатываю но я не могу себе позволить купить rolls-royce я вот думаю это ради хайпа то есть они так делают или же это вот как вы говорите да то есть когда там потому что я как-то разговаривал с своим другом бейбетом оливековым да он там на бентли катается с 20 лет и не бегут как-то один раз просто так оборонил такую фразу что ты знаешь сколько мне дверей открыл тот бентли то есть иногда это вот это вот цена владения как вы говорите да то есть ты покупаешь какую-то вещь которая может быть еще больше внимания и еще больше доходов тебе приносит хорошо сказала дело в том что вот тогда то что касается инфобизнесменов да для них это не есть расходы потребление это объект доходов то есть это все равно что на чего они же вкладывают в рекламу и благодаря этому бетли они говорят смотрите вот я купил бентли благодаря своим знаниям соответственно вот вы купите у меня мои курсы и тогда вы тоже это по сути все равно что купить я себе такое не позволяю я живу потому что ты не продаешь курсы не он как заработать на бенте нет я понимаю что это тоже может быть там как реклама бы выглядела да но я все-таки люблю жить соответственно своим доходом да то есть я например допустим январь это такой не самый лучший месяц для бизнеса да поэтому сегодня я прилетела в астану ой в алмату экономом понимаете то есть я если хорошо зарабатывать причем бизнесом поэтому я стараюсь да то есть я могу конечно взять и купить себе тоже rolls-royce да но я понимаю что во первых это дорого да во вторых ну я не живу так чтобы кататься на rolls-royce то есть ты считаешь что нужно четко расходы строить под свои доходы мне кажется нужно быть вот в этом смысле реалистом да то есть и жить позволяет мне мой заработок вот особенно сейчас да вот когда вот произошли вот эти январские события я задумалась что да у меня есть активы но если бы там условно алмату захватили там астану пример захватили да там и мы остались бы там условно без власти и может быть там экономика бы до встала то чтобы я бы делала да например то есть я же не могу срочно продать свою машину да то есть и никто не купит квартиру никто не купит а то есть бизнес он просто закроется все станет как пандемию и впервые жизни увидела как торговый центр мы на новый год даже никогда на 31 декабря не закрываясь все закрылась я просто представила что я должна делать да то есть там пошла в банк мне говорят вы можете 100 тысяч только тенге до снять и в такие моменты ты понимаешь что очень важно иметь наличку наличку в сейфе иметь наличку иметь вообще какой-то ну я не знаю капитала или вот есть там акции да что-то что поможет тебе вот там условно семью взять уехать куда-то и что-то такое у тебя должно быть для того чтобы ты в такой форс таких форс-мажорных обстоятельствах потому что в виртуальном мире да ну в виртуальном мире не знаю ну что то что у тебя где-то там не знаю хранится да и ты можешь позволить себе куда-то уехать и там пожить какое-то время не работая да потому что мы же привыкли что мы работаем и молодым и здоровым и можем заработать всегда мы верим что в следующем месяце мы заработаем до свои деньги а в такие моменты понимаешь что ты вообще себе не принадлежишь друзья как раз динара хорошие подняла вопрос это один из лайфхаков тоже можете себе отметить дело в том что когда мы говорим об инвестиционной декларации когда мы рассматриваем портфель инвестора и чему мы обучаем мы обязательно смотрим такой пункт если у человека финансовая подушка потому что если у человека нету финансовой подушки то он никогда не будет успешным инвестициях это наличие финансовой подушки важно не только в вашей повседневной жизни но это важно и для инвестирования потому что финансовая подушка очень сильно влияет на то как вы воспринимаете флуктуацию цен то есть на вашу психологию очень сильно если вы на последнем это знаете есть закон подлости если ты играешь на последнее то ты огромная вероятность что ты потеряешь нет у меня есть были деньги на карточках да но я просто приняла что я пришла говорю в банк и мне говорят вы можете снять 100 тысяч деньги ну то есть тебя ограничивает даже банки тебе говорят извини помните там каспий не работал да то есть ты все равно у тебя какие-то ограничения стоят поэтому не знают я поняла что вот как бы сумочки туфли и прочее это конечно хорошо и там я планировала еще много магазинов открыть а сейчас я поняла что нет такие нужно очень прям распределить четко свои яйца в разные корзины разложить и вот этот год я посвящаю именно вот как вы говорите до финансовому правлению именно хочу прям все досконально до изучить эти инвестиции чтобы просто таких в такой ситуации когда пандемия да или вот такие события как в январе произошли чтобы ты спокойно да то есть не переживал ты мог действительно взять и куда-то уехать и там переждать у казахов есть хорошая пословица вот именно к этому событию что алтын кумыста секен арт победой а секен то есть дословно переводится что золото серебро это камень пшеница и ячмень это еда ну насколько я смог перевести но здесь сразу хочу еще 2 лайфхака подсказать дело в том что вот твоя потребность наличных она помимо безопасности это является еще и очень хорошим инструментом управления личными финансами я просто рекомендую если у вас проблем с управлениями лишь управлением личными финансами снимите все деньги с кэша за кого закройте apple ты откажитесь от кредитных арчик платите за все наличными поверьте мне когда человек достает наличными и платит у него психологически совсем другой подход а как хранить деньги я же говорю про небольшие поэтому желательно все поддержать в кэше и рассчитываться в кэше вопросы бюджетирования это тоже когда ты карточка расплачь ты не понимаешь дело в том что посмотрите самый главный лайфхак управление личными финансами делайте все так чтобы платить платить было сложно apple pay кредитные карточки все делают облегчает платежи но смотрите все вот эти купоны дисконты клубные карты и так далее все рассчитаны только на то чтобы облегчить вам возможность платить apple pay кредитные карточки а вы делаете наоборот максимально усложняйте если вы хотите купить какую-то вещь у вас в кармане оказалось денег значит сам аллах вам сказал не покупай эту вещь но не доставайте кредитную карточку и apple pay платите за все наличными это дополнительная проблема ехать домой за деньгами пока ты сидишь тоже передумаешь думаешь зачем мне это покупать поэтому ну как бы такой лайфхак